Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Как вести себя маме-невесты». Готовы? Погнали! Дорогие мамы! Прежде всего, я хочу обратиться к вам, чтобы вы ни в коем случае не обижались на это видео. Отнеситесь к нему с юмором, так как все те вещи, про которые я сегодня буду рассказывать, это просто условности, из-за которых вы не станете менее желанными гостями на мероприятии, менее любимыми. Итак, я выделила 10 типов мам. Без меня меня женили. Полностью берут на себя организацию мероприятий. Когда молодоженам, в общем-то, без разницы, что там будет происходить на мероприятии, и мама, вот она сама нашла ресторан, вот она нашла сама фотографа, вот она сама все-все-все полностью организовала, а молодожены просто приведут на мероприятие как гости. То есть не принимают совершенно никакого участия в подготовке к свадьбе, потому что все за них абсолютно делает мама. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, выбор своей второй половинки они доверили своим собственным чувствам, а не маминым чувствам. Надеюсь, что хотя бы, по крайней мере, в этом они самостоятельно принимали решение. Мама нет дела. Это та мама, которая, наоборот, абсолютно ни в чем не участвует. То есть ей без разницы, что там будет происходить, она особо не вникает. И даже если у нее спрашивают, ресторан они нашли, она говорит, ну, наверное, нашли, я особо не знаю, я особо не вникаю. Ну что, ну что, там, оформление придумали? Ну, наверное, наверное, придумали, может, не придумали. Я даже не знаю, я особо не вникаю, они мне скажут, там, куда подъехать, я туда и подъеду. То есть, по сути, здесь как раз-таки наоборот, мама выступает в роли гостя, и она совершенно не вникает в то, что будет происходить на мероприятии, просто ждет какого-то информирования от своих сына, дочери, да, от своих молодоженов по поводу того, что будет происходить на мероприятии. Ну, информировать, понятно, нужно будет не только маму, нужно будет информировать и остальных гостей по поводу того, что будет происходить на мероприятии, какая программа вечера. И для этого я очень рекомендую вам сделать это при помощи свадебного портала Event4Me. На портале вы можете самостоятельно создать свадебный сайт-приглашение, в котором как раз-таки описать все то, что будет происходить на вашем мероприятии. Ну, во-первых, вы можете сообщить вашим гостям про адрес-код, рассказать немножко про всех гостей, кто будет на вашем мероприятии, рассказать про родителей, рассказать про расписание дня, где, во сколько будет происходить регистрация, во сколько будет происходить банкет, венчание, если у вас будет, где можно разместиться, как добраться. И также вы можете задать вопросы вашим гостям относительно меню, относительно напитков, относительно трансфера, чтобы ваши гости могли заранее до вашего мероприятия ответить на все необходимые вопросы, и вам останется просто подвести итог и в итоге понять, кто что будет кушать, кто что будет пить, и в целом понять, какое количество гостей к вам приедет на мероприятие и кому понадобится трансфер. Так что заходите на свадебный портал Event for Me в раздел «Свадебные приглашения» и создавайте свадебный сайт. Да, здесь можно сделать еще и приглашение. В общем-то, тоже спокойно можно выбрать любую картинку и любую открытку. Но свадебный сайт, сами понимаете, это вещь достаточно информативная, поэтому я уверена, что ваши гости скажут вам спасибо за то, что вы все так детально рассказали относительно вашего свадебного дня. Мамы-экономисты. Это мамы, которые ищут всегда, где подешевле. И вне зависимости от того, что бы ни предложила, ни показала невеста маме-экономисту, мама всегда будет искать то же самое, но подешевле. И, в общем-то, она найдет много аргументов для того, чтобы объяснить, что нужно ведущего взять подешевле, фотографа подешевле, видеографа подешевле, и все должно быть максимально подешевле. Когда организаторы работают с такими мамами, то организаторам, конечно, достаточно непросто взаимодействовать с такими мамами. Приходится тратить много энергии для того, чтобы объяснить, почему два, вроде бы, казалось бы, одинаково называющихся человека стоят по-разному. Почему этот ведущий и этот ведущий, но этот ведущий стоит дороже, чем тот ведущий. Потому что для мамы-экономиста важнее всего это стоимость, это цена, но не качество, не работа этого человека. Гораздо важнее, сколько этот человек стоит, сколько стоит там тот же декор, гораздо важнее, сколько стоит платье. Ну, а то, что оно сидит похуже, ну, зато подешевле. Нежданчик. Кстати говоря, есть не только мамы-нежданчики, есть еще и гости-нежданчики. Это тот тип близких людей, которые стараются сделать какой-то сюрприз для молодоженов, которые не всегда являются хорошим сюрпризом для самих молодоженов и иногда портят программу. Например, машину-карету, да, была такая история однажды, я слышала, подарили машину-карету, и вот ребята так вот с такими глазами сели в эту карету, и вот они поехали в эту карету, ну, потому что вроде подарили, и неудобно отказываться. Но по факту эта карета совершенно не вписывалась в общее представление мероприятий, или когда гости-нежданчики, гуляя в парке, например, увидели повозку какую-нибудь и решили подарить молодоженам эту повозку, ну, красиво же, романтично. А то, что эта повозка съедает большую часть времени, и то, что эта повозка совершенно не вписывается, и то, что из-за этой повозки молодожены и все остальные, в общем-то, да, опаздывают на площадку, опаздывают ресторан, и все смещается абсолютно. Ну, про это не подумали, просто захотелось сделать подарок, потому что вот красиво же. Или я знаю историю, когда мама решила подарить молодоженам двойника Верке Сердючке, и это, конечно, был совершенно не самый приятный сюрприз для молодоженов, потому что молодожены, как оказалось, совершенно не любят Верку Сердючку, и полностью творчество Верки Сердючке – это не их. И поэтому молодожены так посидели с такими глазами, там, какую-то часть программы Верки Сердючке, а потом вышли из зала переждать, пока двойник выступит. Поэтому, мамы-нежданчики, если вы сейчас готовите какой-то сюрприз, лучше заранее прозондировать почву, да, если есть организаторы или есть подружки, может быть, невесты, да, которые помогают с организацией мероприятий вашей доченьки, то прозондируйте почву, что ей нравится, что бы подошло, что бы не подошло, ну, что бы не получился неприятный такой нежданчик. Поддерживающие мамы. Это тот тип мам, когда мама абсолютно на стороне невесты, которая, когда она, что бы не выбрала невеста, абсолютно во всем поддерживает свою дочку, во всем поддерживает будущего мужа своей дочки, и даже если бы для себя, может быть, она выбрала бы что-то другое, она не говорит об этом никогда, она говорит о том, что это твое мероприятие, я хочу, чтобы тебе понравилось все то, что будет происходить на мероприятии. Встречала таких очень поддерживающих мам, когда мамы были не против каких-то креативных образов невесты, хотя мама, может быть, сама очень с такими консервативными взглядами, казалось бы, да, но, тем не менее, она абсолютно не против того, чтобы дочка сделала что-то такое прям суперкреативное, например, выкрасила в какой-то яркий цвет волосы или надела какое-то платье, которое, может быть, даже не выглядит как свадебное платье, но это ее выбор, и она абсолютно поддерживает свою дочку вот в этой ситуации. Переживательные мамы. Это те мамы, которые переживают абсолютно по любому поводу, абсолютно по всем поводам, что будет происходить на мероприятии. А как держать каравай? А что сказать? А какие слова подобрать? Так, подожди, я должна же буду выступить с каким-то тостом, а что мне говорить? А какой цвет платья подобрать? И все абсолютно моменты, все абсолютно детальки мама пропускает через себя и очень сильно переживает по каждому, по каждому, по каждому моменту. Такие мамы обычно очень чувствительные, и помимо того, что они переживают до мероприятия, они переживают еще в день мероприятия, они много плачут в день мероприятия, они, ну, знаете, как говорят, слезки близко, у таких мам очень близко слезки, то есть любые какие-то теплые слова, и мама начинает плакать, и это вот такая вот особенность мам, очень-очень переживательная мама. Мама знаю лучше. Это тот тип мам, которая, возможно, когда-то была массовиком-затейником или, может быть, побывала на каких-то мероприятиях, и поэтому она точно знает, как должно быть. Главное, чтобы было весело. Вот я была у коллеги на свадьбе, было очень весело, но мы вообще не обратили внимания, какие там стояли цветы, но было очень весело, потому что был такой веселый тамада, такие конкурсы были классные, поэтому вот я предлагаю брать его, вот этот вот тамаду, а по декору, ну, в общем-то, можно и в ресторане заказать. Это нехорошо, неплохо. И если ваша дочка, если вы себя относите к такому типу, что вы считаете, что, ну, я, подождите, ну, я же была там на трех мероприятиях, я знаю, как это должно быть. Если вы относите себя к такому типу мам, но ваша дочка при всем при этом хочет сделать иначе, дайте ей волю, пусть она сделает так, как хочется ей. Все-таки это же ее мероприятие. Если же вашей доченьке все равно, и если ей без разницы, как будет происходить мероприятие, и она полностью доверяется вашему выбору, ну, здесь вы можете распустить, как говорится, крылья и сделать так, как вы знаете. Мама, которая выходит замуж второй раз, которые действительно делают свадьбу для себя, вот как для себя. Вот я себе выбрала бы такое платье. Музыка должна быть только такая, больше никакая. Когда мама приглашает всех своих подружек, всех своих друзей, всех своих знакомых, потому что действительно относится к этому, как будто это мероприятие для нее, и все должно быть именно так, как ей хотелось бы, как будто бы она именно выходит второй раз замуж. Вот если вы тоже поймали сейчас, да, то, что так, но вот у меня есть такое ощущение, как будто бы это я второй раз выхожу замуж, и если вы услышали от своей доченьки, мол, мама, у меня такое ощущение, будто ты делаешь это для себя, а не для меня, то отступите немножечко. Пусть ваша дочка сама попробует что-то сделать, и если ей захочется обратиться к вам за помощью, она, поверьте, сто процентов придет к вам и спросит советы. Мама-оппозиционер. Это тот тип ман, который не любит сторону жениха и категорически против всего того, что предлагает сторона жениха. Вот что бы ни предложила сторона жениха, все, нет, 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 это плохо. Нет, нет, мы даже делать так не будем. И что бы ни предложил жених, что бы ни предложила мамы жениха, это уже сразу плохо, это уже даже мы не рассматриваем, это нет, 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 тема закрыта, мы рассматривать это не будем. Платье вот такое им понравилось, все, значит, мы такое платье точно брать не будем. Они хотят, чтобы было такое оформление, нет, 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 значит, мы точно, вот точно нет, нет, нет. Мамы-оппозиционеры обычно тоже активные участники мероприятия, потому что им очень хочется сделать так, чтобы та сторона увидела, что они делают лучше, гораздо лучше, чем они там себе представляют. Ну, на самом деле, в этом нет ничего такого удивительного, потому что, когда жених и невеста встречают друг друга, когда они решают создать семью, ну, совершенно необязательно будет так, что все родственники будут ладить, и все родственники будут так же любить друг друга, как и жених и невеста любят друг друга. Абсолютно необязательно, все люди разные, и поэтому в таком случае, ну, лучше немножечко, опять же, абстрагироваться от ситуации, если вы мама, да, и если вы невеста, и вы смотрите это видео, то, опять же, сказать, мам, ну, слушай, давай мы сами, давай мы сами попробуем, если что-то там у нас будет не получаться, мы обратимся к тебе за помощью, так аккуратненько маме предложить вот это вот, обсудить эту ситуацию, да, оппозиционерскую, вот эту вот ситуацию оппозиции, да, когда сторона жениха во всем не права, во всем. Ну, и последнее, это кормящая мать. Это мама, которая очень переживает, чтобы все были сытые на мероприятии, самое главное, неважно, что там будет происходить, какая там будет программа, неважно, где там будет жить, все неважно, главное, чтобы все были сытые. Свадьба состоит только из еды, все остальное совершенно неважно, вот, знаете, но убой, чтобы всех накормить, но убой, чтобы все пришли и увидели, как много у нас еды, и как много у нас шашлыков, мяса, рыбы, овощей, всего салатов, 25 видов и всего-всего-всего. Отдали большое количество бюджета на то, чтобы накормить всех на убой, но при всем при этом не хватило на хорошего фотографа, например, фотограф и фотографии так себе получились, да, или не хватило денег на то, чтобы разместить там, заказать себе номер для молодоженов, например, да, ну и поехали просто там ночевать домой, например, и так далее. То есть вот эти вот вещи, это тоже вещи важные, поэтому килограмм 200 на человека вместе с тортиком или килограмм на человека без тортика, этого вполне достаточно. Не нужно заказывать 2, 3, 4, 5 килограмм, люди не смогут это все съесть. И вам в любом случае салаты вы, скорее всего, выбросите, а горячие блюда, мясо, рыбу, ну, заберете с собой, ну, раздадите гостям, но от этого ваши фотографии лучше не станут, да, от того, что у вас слишком много будет мяса на столе, да, но от этого веселей ваша свадьба не будет. Поэтому здесь обязательно нужно найти вот эту золотую середину, чтобы было и сытно, и красиво, и весело. Так как же все-таки вести себя маме-невесты, да? Если отвечать на этот вопрос, как вести себя маме для избежания недопонимания с дочерью и возникновения конфликтных ситуаций, то нужно понимать, а что, в принципе, ждет от вас ваша дочка, что ждет от вас невеста. Если невеста ждет от вас помощи, то, конечно, можно поинтересоваться и узнать, какой помощи и что бы она хотела. Если невеста, наоборот, хочет, чтобы вы были гостем на свадьбе, чтобы это был сюрприз, то, конечно, желательно подстроиться под идею молодоженов вам. В данном случае, знаете, я могу сказать, что вам можно просто позавидовать, что у вас такие самостоятельные дети, что у вас такая самостоятельная дочка, которая хочет сделать так, чтобы вы на мероприятии были гостем, чтобы она вас не напрягало никоим образом, чтобы вы получали удовольствие от той атмосферы, которую ваша дочка создаёт в том числе и для вас. И тогда вот, если будет вот эта вот золотая середина, тогда ваши интересы не будут противостоять друг другу, и подготовка к свадьбе, скорее всего, пройдёт гладко, и все будут чувствовать себя достаточно комфортно. Я понимаю, что каждая мама хочет сделать для дочки как лучше. Я прекрасно это понимаю. Я тоже мама, и я тоже задумываюсь над тем, как я буду себя вести. У меня три дочки. Какая позиция будет моей, и какая позиция будет моей дочке, если она решит делать всё самостоятельно. Как я буду реагировать на это? Я тоже об этом задумываюсь. Я тоже буду хотеть сделать так, чтобы её свадьба была самой лучшей, самой организованной, самой продуманной, самой идеальной. Но в то же время я думаю, что я буду стараться сделать так, чтобы её свадьба была самой идеальной, прежде всего, для неё. И именно это, мои дорогие мамы, я вам и желаю. Если вы узнали себя, если вы увидели в каком-то из пунктов, которые я сегодня рассказала, себя, напишите об этом в комментарии. Мне интересно будет почитать, обсудить, или, может быть, у вас есть ещё дополнение какое-то к пунктикам. Напишите, и мы с вами дополним этот рейтинг мам. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте включать колокольчик, не забывайте ставить лайк этому видео. И обязательно делайте свадебные сайты, приглашения, в котором вы можете очень подробно рассказать своим гостям, что, как будет происходить, рассказать о программе вечера. Всё. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok